Здравствуйте, девы! Прогноз для вас на февраль 2022 года, в котором я хочу с вами поговорить заочно о том, что же будет происходить в этом месяце для вашего знака. Ну, знаете, есть хорошая новость, она связана с тем, что ваш управитель, планета Меркурий, выходит в феврале из ретроградного движения. Ведь январь как бы наполовину вроде как был таким уж неплохим, а потом Меркурий заретроградил. И его попятное движение было связано с проходом еще по Водолею, что для вас, наверное, некую сложность усугубило. Потому что, ну, во-первых, воздушная стихия совершенно для вас непонятна и она вам не симпатична. Поэтому вот как бы тот импульс, который Меркурий, Водолей, вам сообщал, он, ну, скажем так, он не конгруентен вам, вы не очень с ним близки. Отсюда был хаос, наверное, отсюда было слишком много болтовни, как у каких-то пустых разговоров. Вы не могли ничего собрать воедино, как-то структурировать, подвести чему-то итог. В конечном итоге просто в порядок все привести не могли. Это, безусловно, всегда является серьезной нагрузкой на нервную систему наших уважаемых Дев. Но порядок, наконец-таки, в мире получится при переходе Меркурия в директное движение. Все придет на свои места, так что вы не беспокойтесь. Меркурий переходит в директное движение в районе 4 февраля, ну, то есть в этот день он переходит, да. Но это всегда процесс, то есть ни одно событие небесное не длится одну секунду. По факту, может, оно и произойдет так, а изменения, которые оно с собой приносит, они происходят в течение определенного периода, который называется орбисом, да, орбисом события. Ну, вот период перехода и состояние хаоса и бесконечного количества каких-то пустых разговоров, состояние нормальной, адекватной работы и продвижения вперед, то у вас будет где-то с 1 по 5 февраля. По 5 февраля, так что первые несколько дней февраля, вы так особо ничего на них не, даже не по 5, наверное, я даже, наверное, сказала где-то по 7, да. То есть первые недели февраля вы сильно так ни на что не рассчитываете и от себя многого не требуете. Ну, в общем, снизите такой градус перфекционизма, который у вас так высок, что мам, не горюй, да. Да, ну, как бы можно себя изогнать. И занимайтесь ровно тем, что идет или тем, что, ну, очень сильно требует вашего внимания. Так вот, как-то, ну, вот, наверное, внешние обстоятельства здесь больше будут контролировать то, чем вы будете увлечены, чем вы сами. Ну, ничего страшного, это все в конечном итоге решится. И в районе 8 февраля вы уже ощутите, ну, смену тренда. Да, вот эта вся движуха, вот эти все эти разговоры закончатся, начнется как-то завершить этот весь период. И, наконец, как-то так выйдут на поверхность какие-то очевидные цели, которые при этом еще будет достаточно легко решать, потому что ресурсы к этому есть, обстоятельства не препятствуют. Знаете, мы же вот как живем, вот как будто бы как в двух параллельных таких трендах, да, в таких потоках. Мы сами и наш контроль над ситуацией. А второй поток это жизненные обстоятельства. Вот когда мы идем сообща, соразмерно друг к другу, тогда, собственно, все и клеится. А когда у нас есть вот этот вот, вот это, какой-то такой вот движение не около друг друга, а, скорее всего, как даже не параллельно, а, наверное, просто перпендикулярно, да, вот перпендикулярно точно. Забыла это слово. И у нас появляется кризис, конфликт, да, мы хотим движения, а нам что-то препятствует, потому что обстоятельства вообще говорят, а ты вот бери и вот так вот иди, вот вообще на 90 градусов отойди. Ну, кто на это согласится из взрослых людей? Конечно, отсюда и, скажем так, вот жизненные кризисы и происходят. Но это не случай февраля и точно не случай вас. Ну, есть другие знаки, которые от февраля пострадают, но вы не в их числе. Что же касается таких хороших событий, которые вот явно стоит упомянуть, начиная с 8 февраля, так это переход Меркурия в новый знак. Правда, сказать, что прям это крайне позитивное само по себе событие невозможно, потому что, конечно, Меркурий первую часть февраля до 15 числа в знаке Козерога, извините, не в Деве, в Козероге. И в Козероге, конечно, он более благоприятствует всему тому, что вы хотите реализовать. Просто потому, что он находится в том же, в той же стихии, что и какой принадлежите вы. Поэтому для вас ситуация понятна, задача ясна, ресурсы очевидны, ну, в общем, все как вы любите. Вот, все планово происходит. Вот, а, конечно, начиная с 15 числа как-то немножечко опять вы так, вас так раздергивает на темы, и появляется вот эта слишком большая информационная волна, которую, понимаете, сама по себе информация, это прекрасно. Потому что вы, как Меркурианский знак, тоже любите информацию, как любит ее, например, Близнец. Но, однако же, Близнец, он просто в ней купается. Его вообще не парит, что с ней дальше надо делать? Ну, ее просто надо ретранслировать, получил, отдал, получил, отдал. А вы-то, знак куда более, скажем, такой, ну, деятельный, да, вам с этой информацией что-то надо сделать, прежде чем отдать. Например, структурировать ее, да, привести ее к каким-то алгоритмам, привести ее к чему-то понятному, очистить ее от всякой шелухи ненужной, вычленить из нее самое главное. Ну, в общем, провести с ней всякую разную работу. И чем информации по этому больше, тем, конечно, трудозатраты возрастают, да. И это создает очень серьезную нагрузку на вас, вы устаете, вы ничего не хотите, вы перетружены и так далее. Ну, вот вторая половина месяца, она немного может этим отдавать, но не так сильно, как это, например, было в январе, во второй половине января. Но, с другой стороны, есть и очень хороший фактор, который всему этому поможет. Он поможет просто справиться со всем этим, быть в обойме и быть в ресурсе, да. Наверное, знаете, что это такое. Это соединение Меркурия, извините, Венеры и Марса в знаке Козерога. Это соединение произойдет тоже примерно в тех же числах, что и переход Меркурия в Водолея. Меркурий перейдет в новый знак 15 февраля, а соединение произойдет прямо в полнолуние 16 февраля. И, ну, ладно бы они там соединились и побежали, знаете, каждый по своим делам, но нет же, но нет же, они вот как раз то и делают, о чем я говорила. Идут сообща, бок о бок. Аж до марта месяца, и только в середине марта они полностью распадаются, и каждый идет действительно после этого по своим делам. Но какая же долгая связь. И часть этой связи пройдет в земном знаке Козерога. И это, получается, связь, она вот образуется 16 февраля в Козероге, а распадаться будет связь в Козероге только лишь 6 марта. Представляете, какой длительный период мы проживем. И этот длительный период весь будет вам на руку, уважаемые девы. Он прекрасно будет способствовать тому, чтобы вы решали вопросы сообща, чтобы у вас было много энергии на все, чтобы был классный, ну, классная обратная связь и хорошая поддержка других людей. Такое соединение в знаке земной, в земном, то есть в той же стихии, что и у вас, способствует тому, что для многих дев вторая половина месяца станет, ну, очень продуктивной. Особенно, особенно, я прошу заметить, особенно, но это для всех на самом деле актуально. Но, особенно, для тех дев, кто родился в период, внимание, с 8 по 22 сентября. Вот, то есть, вот для тех дев это будет более ярко звучать, потому что Венера и Марс пройдут обязательно соединение с вашим Солнцем. В какой-то из дней, ну, и плюс-минус 2 дня от этого, это точно будет очень кайфовое время. Но, в принципе, девы, не опускайте руки, в общем, февраль, вторая часть, точно ваша. И она связана, в том числе, и с личными отношениями, потому что Венера и Марс, соединяясь, начинает новый двухлетний цикл. Он фактически начнется, конечно, при их соединении в Водолее 6 марта. Но какую-то подсказку нам уже даст февраль, и вам в том числе. Если вы хотите разрубить вот эти старые ненужные стратегии, в которых вы страдали в отношениях, в которых вы были одиноки, в которых вы не могли стабилизироваться в отношениях, давайте это делать вместе. Курс расставания с одиночеством. Это курс, который я сделала совместно с Алексеем Сергеевичем Афоновым, астрологом с 30-летним стажем, психологом, который работает именно с вопросами одиночества. И на этом курсе мы разберем с вами, во-первых, какие стратегии бывают очень нерабочие, очень плохие, то есть которые совершенно деструктивные, как их вычленить из карты рождения, есть ли они у вас, записаны ли они у вас как некая судьба, и что с этим можно поделать. То есть мы предложим конкретным проблемам гороскопа конкретные решения в виде разных подходов, и коррекции астрологической, и коррекции психологической. То есть подходы мы все опишем, что можно с этим сделать. Ну, конечно, саму коррекцию мы не произведем, потому что курс, он более информационного такого характера, но коррекцию вы можете в конечном итоге, когда говорят, куда надо идти, и ты уже туда идешь, и, собственно, все случается, это куда лучше, чем просто бродить в неизвестности. В общем, предлагаю вам этим курсом воспользоваться, он будет интересен, на самом деле, не только под задачу вашу конкретную, но если вы консультант, и вы хотите еще вот с этой точки зрения понять, что с клиентом происходит, и как решить вопрос одиночества, вас приглашаю тоже, вам будет полезно. Первое описание в ссылке, ссылка, первая ссылка под этим видео в описании, как раз-таки ведет как раз на этот курс, и вы можете на него зарегистрироваться. Но в целом, конечно, Венера-Марс для всех земных знаков прекрасно будет звучать в отношениях и в вопросах финансов. Так что деньги, деньги будут капать в ваш карман во второй половине месяца, это тоже стоит учитывать. Так что если вы как-то хотите для себя понять, что же делать в первой части месяца, в первой части месяца лучше приводить после, по крайней мере, 7-8 числа все ваши дела в порядок, а во второй приниматься за работу и заколачивать состояние, если так можно сказать. Единственный тут момент с 23 по 28, по 26, по 26, 27 февраля, здесь ваши управители в квадрате Курану могут быть несколько сорваны или скорее переформатированы ваши планы в этот период. То есть что-то неожиданное ворвется по способу, по такому принципу, вот я здесь и сделай что-то со мной. То есть какая-то проблема нарисуется, которую срочно надо будет решить. Но в целом на ход, на такой стратегический ход вещей, это никак не отразится. Ну что ж, давайте с вами обсудим этот прогноз в моем телеграм-канале Астрология с Ермольной Татьяной. В поисковике телеграм вы прям набираете эту фразу, переходите на мой канал, подписывайтесь, спрашивайте меня. Если я в силах ответить на ваш вопрос, я обязательно это сделаю. И розыгрыш этого курса «Расставание с одиночеством» он будет проходить в моем инстаграме tatianayermolina.pro Хотите участвовать в нем бесплатно? Давайте с вами поучаствуем в розыгрыше и выиграем бесплатное участие. Для этого вам просто надо быть подписчиком моего инстаграма. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.